Это значит, что общий приз сегодня составляет 31 тысячу рублей. Но только один из вас сможет забрать эти деньги с собой. Сейчас вам придется играть друг против друга, лицом к лицу. Вы по очереди ответите на пять пар вопросов. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Правило очень простое. Если после пяти пар вопросов у вас ничья, мы продолжаем игру до первого проигрыша. Пока не определится победитель. Итак, Лидия, Светлана. На кон поставлено 31 тысяча рублей. Играем в слабое звено. Светлана, как самое сильное звено по итогам прошлого раунда, вы выбираете, кто будет первым отвечать на вопросы. Я. Светлана, назовите Международную организацию медиков, которая в 1999 году стала лауреатом Нобелевской премии мира. Красный крест. Это неправильный ответ. Правильный ответ – врачи без границ. Лидия, назовите великого физико-теоретика, ставшего одним из инициаторов создания государства Израиль. Эйнштейн. Это правильный ответ. Светлана, портрет какой русской поэтессы, написанный в 1914 году художником Альтманом, находится в экспозиции русского музея? Марина Цветаевой. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Анна Ахматовой. Лидия, назовите французского художника-постимпрессиониста, который в 1891 году покинул Францию, отплыв из Марселя на Таити. Рафаэль. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Поль Гоген. Светлана. В каком городе прошли летние Олимпийские игры, где в последний раз выступала сборная Советского Союза? Не знаю. Правильный ответ – Сеул. Лидия, назовите советскую гимнастку, которая выиграла наибольшее число олимпийских медалей среди женщин. Светлана Хоркина. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Лариса Латынина. Светлана. Назовите президента США, который в 1963 году во время визита в Германию заявил «Я Берлиникс». Картер. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Джон Кеннеди. Лидия, если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. Назовите польского политического деятеля, который получил Нобелевскую премию мира в 1983 году. Я хваленца. Это правильный ответ. Лидия, сегодня вы – самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой в 31 тысячу рублей. Светлана, вы уходите ни с чем. Это была игра «Слабое звено». Мы встретимся с вами снова. До свидания. В игре воля случая, доля везения, немножко ума и большая доля тактики. Вот и все. Вот в своей победе я действительно не сменевалась. Я ехала, и я уже чувствовала, что я выиграю. Одежды. Происходит от арабского почетное платье. Халат. Это правильный ответ. Андрей, назовите поэму Пушкина, которую иллюстрировал в 1903 году историк и художник Александр Николаевич Бенуа. Руслан и Людмила. Это неправильный ответ. Правильный ответ – медный садник. Никита. При каком царе было начато строительство Исаакиевского собора? Я думаю, что это было при Павле Первом. Это неправильный ответ. Правильный ответ при Александре Первом. Андрей. Назовите фламандского живописца, который с 1625 года выполнял сложные дипломатические миссии в Мадриде и Лондоне по поручению правительницы Фландрии. Рафаэль Санти. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Рубенс Питер Пауэлл. Никита. Назовите французского художника, автора картины «Свобода на баррикадах». Пальцем в небо. Матис. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Эжен де Лакруа. Андрей. К какому сословию принадлежал великий русский режиссер Константин Сергеевич Станиславский? Я полагаю, дворяне. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Купеческому. Никита, если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. Я постараюсь. Назовите фильм Сергея Эйзенштейна, снятый по поручению правительственной комиссии к 20-летию революции 1905 года. У меня единственная версия – броненосец Потемкина. Это правильный ответ. Никита, сегодня вы – самое сильное звено. И вы уходите домой с суммой в 55 тысяч рублей. Андрей, вы уходите ни с чем. Вы смотрели программу «Слабое звено». Это была всего лишь игра. До встречи. Я уже просто волновался. К сожалению, и это привело к такому результату, к такой моей игре. Может быть, это звучит нескромно, но я решил доказать, что я умнее, я могу заработать своими мозгами, что я и сделал. Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. Сальватор Дали. Это правильный ответ. Александр, как называлась в Древнем Риме коллегия жрецов, толковавшая волю богов на основании гаданий по полетам и крикам птиц? Я знаю, но забыл. Правильный ответ – Авгура. Татьяна. Назовите римского скульптора, жившего в V веке до н.э., автора знаменитой статуи Дискобол. Фидии. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Мирон. Александр, как на Руси называли первые живописные портреты, в которых сохранялись некоторые приемы иконописи? А клады? Это неправильный ответ. Правильный ответ – Парсуна. Татьяна, если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. Юген стиль. Арнуво. Сецессион. Как назывался этот стиль в начале 20 века в России? Модерн. Это правильный ответ. Татьяна, сегодня вы – самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой в 52 тысячи рублей. Александр, вы уходите ни с чем. Это была игра «Слабое звено». Мы встретимся с вами снова. До свидания. И неожиданность – мой успех. И в то же время я не считаю это полной неожиданностью. Это и закономерность, конечно. Слушай, ну, ну, уж не такая я бестолковая, чтобы уж так прям проигрывать, так как я поначалу проигрывала. Жена будет очень гордиться мною, что я дошел до финала. Ей не важно. Ей не важно, провинцирует деньги или нет. Я их заработаю. Я в себя поверила. И я кураж этот поймала. Конечно, я очень рада. Герой Евгений Арбенин из Лермонтовского маскарада на вопрос «Вы человек или демон?» Демон. Это неправильный ответ. Правильный ответ – я игрок. Юлия, если вы сейчас ответите верно, вы выиграете. Назовите космонавта, который получил свою первую звезду героя на фронтах Великой Отечественной войны в 1944 году. Леонов. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Георгий Береговой. Гиви, если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. Назовите великого писателя, который в 1942 и 1943 годах с разрешения американского военно-морского командования охотился за подводными лодками на своем катере «Пилар». Это неправильный ответ. Правильный ответ – Эрнест Хеменгуэй. Юлия, сегодня вы – самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой в 68 тысяч рублей. Гиви, вы уходите ни с чем. Это была игра «Слабое звено». Мы встретимся с вами снова. До свидания. Мой муж будет очень удивлен, что я выиграла, потому что он не верил, что я выиграл, хотя он сказал, что это игра в твоем духе. Ты выпихнешь всех, можешь выпихнуть. Тебе не в первый раз. Хотя я считаю, что не такая уж я противная. Я добирался сюда 6 суток. За это время я преодолел 7 тысяч километров. Когда на дороге ехал, думал, лишь бы дойти до финала, а там выиграю. А получилось все наоборот. Я сделала всех. Из всех восьми умников я оказалась самой-самой. Это очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok